Ису, здравствуйте, это Укрлайфс в Милой Немире, и наши эфиры продолжаются. Хочу напомнить, что спонсор канала – торговая марка «Гетьман». У нас, как у всей Украины, нет света, поэтому, может, что-то будет темнее, что-то светлее, но это только о визуализации участников и ведущего, а мысли, как всегда, будут самые лучшие, потому что с нами на связи Лариса Ишина, которую мы страшно рады видеть, и вы прекрасно знаете, что она главный редактор известнейшего украинского газета и издания «Газета День». Лариса, здравствуйте, спасибо огромное, что вы сегодня с нами. Рада быть. Спасибо, Лариса. Вы знаете, я долго думала, о чем бы поговорить с вами, и даже нашла несколько тем, которые казались мне, вот, могут быть вам интересными. Но вдруг решила, что сегодня отложу все эти темы, и хочу поговорить о интервью Байдена, которое он дал изданию «The Times». Издание известное, интервью большое, долгое, все, от корки до корки, эту транскрипцию, наверное, уже многие прочитали. Но я хотела бы остановиться только на взгляде Байдена на Украину, потому что этот взгляд, по-моему, вчера очень многих шокировал. Я нашим зрителям очень коротко опишу, что же сказал президент Байден. Сказал он очень просто. Как же он видит мир в Украине? А мир в Украине он видит таким, что Россия никогда не сможет захватить, оккупировать Украину. Первый был посыл. И дальше он продолжил. Это не значит, что они, это не идет реча НАТО, это не значит, что они в НАТО. Мы просто будем оставлять им оружие. И когда я прочла это, вот эти его слова, я взяла и просто решила механически посмотреть, в какие же страны, наверняка такая статистика, куда Америка поставляет оружие. Мне показалось это, наверное, тоже важным. Я перечислила, Лариса, если позволите, для наших гостей, может быть, да. Значит, вот прямое участие в конфликтах Соединенных Штатов Америки принимали в Афганистане, в Ираке в 2003, в Ираке в 2004 и далее, в Ливии с 2013 и последующие годы, Сомали. Поставки оружия Соединенные Штаты осуществляют следующие страны. Афганистан, Анголу, Чад, Колумбию, ДРК с 2003 года и далее, Эфиопия, Израиль, Индия, Ирак в 2003 год, Ирак в 2004 и последующие годы, Нигерия, Пакистан, Филиппины, Сомали, Южный Судан, Шри-Ланка, Турция, Уганда, Украина и Йемен. Ну вот мы тут тоже в этом списке. И, Лариса, вот вы, когда это прочли, вас это озадачило, удивило, я не знаю, расстроило, наоборот, вселило какой-то оптимизм или отчет? Я считаю, что интервью такого рода, программное интервью кандидата в президенты могущественной страны, которая вроде бы, ну, как считается нашим главным союзником в войне, ну и вообще союзником, конечно же, это урок рационального мышления для нас. И вот их и пилюль, которые мы должны принять мужественно и ответственно. Первое состоит в том, что мы можем проанализировать все свои шаги, которые Украина делала после восстановления независимости. Мы же не за один день пришли к определенным оценкам, и мы создали определенный имидж в мире, очевидно. И каждый раз, ну, это глобальный вопрос, собственно, почему Запад не считает Украину частью себя? Вот этого вопроса не хватает, если бы это было интервью украиноориентированного журналиста, который, собственно говоря, мог бы там быть, потому что многие журналисты Запада тоже не считают Украину частью себя. И это давняя история. Но это законный вопрос. Потому что если улыбаться в историю, ну, не только по примеру нашего северного соседа, а на самом деле это важно. Украина – это территория синергии Запада, Западной Еремской империи, Востока и самотворение. Мы органично, не только географически, но и ментально, и ценностно, главное, часть Запада. В то же время мы видели, конечно же, не могли не думать о том, когда, ну, с Америкой во главе, как Запад помогал Израилу и отбить атаку Ирану. Какая колоссальная разница в подходах? Многие сразу могли сказать, соблазн прямой сказать, это поличный двойный стандарт. Ну, не двойных, тройных. В любом случае нас это не учит, что мы должны проанализировать. Почему? Сейчас мы не можем предъявлять какие-то претензии и обижаться, что самое неприятное. Наши политики могут, конечно, позволить себе какие-то колкости, слова и так далее. Желательно, чтобы этого не делал президент, потому что это тоже плохая роль. Но в любом случае, после того, когда произойдет вот лучшее, что может быть, сценарии, мы победим, и Россия никогда не захватит Украину, мы должны перестроить полностью свою стратегию и внутреннее поведение в мире. Мы не могли попасть в эту ситуацию дважды. В столетии второй геноцид. Мы плохо учились. Причем не только истории, мы же должны были понимать, как поступали Соединенные Штаты в 20 веке по отношению к Советскому Союзу, который к этому времени уже успел очень много сделать таких неприятных вещей, в том числе и по отношению к Украине. Это после массового голода Америка признала Советский Союз. Ну, и мы начинали с какими-то совершенно розовыми ютиристическими представлениями о дружбе в вечном мире и неизвестно о чем. Вот под эти сургинки, я уже не говорю о том, что когда мы отдали свое ядерное оружие, и тактическое в том числе, ладно, со стратегическим оружием, которое, собственно говоря, угрожало напрямую Соединенным Штатам. И поэтому то, что они сейчас делают, это неплаготворительность. Они нам тогда не заплатили. А мы правильно не спрашивали. Мы не требовали, не торговались и не говорили о зависимости. Ну, вот мы подаем оружие, а вы гарантируете, что мы в НАПР вступаем через подвече, через немедленные шаги по переоружению и так далее. Не было в голове этих мыслей, но у тех, кого были, тех предпочитали не слушать. И все последующие годы тоже. Поэтому это может быть длинный ответ, но здесь короткого нет. Потому что слушая и воспринимая как факт, что мы определенным образом ассоциируемся у них со странами Четвертого мира, ну, извините, а как? Мы хотели бы зависеть полностью и гордиться с собой, что мы такие крутые. Нет. Мы крутые, только очень неожиданно в случае с нашим народом и с армией. А с нашей политикой? Нет. Мы тут полностью, можно сказать, дожденьки. Ну, это видно, наверное, слышать, но тем не менее, по большому количеству баллов предыдущих мы получили вот именно такой негативный результат. То есть мне эта оценка не кажется ни комплементарной по отношению к Украине, что нас Америка не бросит. Потому что то количество помощи и та большая цена, которую платит Украина, они, конечно, не соразмерны. Мы, ожидая внесения документа тогда в Конгресс на поддержку, на помощь, мы тоже каждый раз понимали, сколько людей Украина теряет за эти дни просрочек. Поэтому я считаю, что нужно сделать большие выводы. И к тому же еще один момент, знаете, это тоже относится больше к нашей внутренней проблеме и внутренней политике. Но как могло получиться так, что мы стали заложниками однопартийной поддержки в основном? Да, все декларировали, что у нас двусторонняя поддержка, но похватились в выравнивать ситуацию уже тогда, когда стало пахнуть шарями. Потому что может действительно получиться, что несмотря на очень сложное положение Трампа, но республиканцы могут прийти в Белый дом. И это тоже для украинцев вопрос. Как это могло быть? Потому что на самом деле мы заинтересованы в двухпартийной поддержке Америки на долгую перспективу. Лариса, если позволите, я хотела бы немножко продолжить этот разговор. Потому что в том, что сказал Байден, почувствовалось мне какое-то такое, знаете, слишком традиционное размышление о мире, который давным-давно уже перестал быть традиционным. Может быть, я ошибаюсь, не знаю. Но его слова о том, что мы продолжим поставлять оружие, как мы это делали, я не знаю, 40 лет назад, 20 лет назад и так далее. И снова оставим Украину в серой зоне, как это было 10 лет назад, 20 лет назад, 30 лет назад. Мы снова скажем, что Украине не место в НАТО. Мы снова придумаем для этого 155 тысяч аргументов. Мы снова будем рассказывать о коррупционной Украине и при этом судить своих же президентов и близких людей к власти американской за коррупцию и за многие-многие другие вещи. То есть в этом ощущается какая-то слабость, что ли, вы знаете, если хотите. И в этом смысле вот немножко концептуально, как вы видите, вот эта проблема, что сказал Байден, вот вам показалось, что он сказал что-то новое, а ведь это интервью было такое специальное, как вы правильно сказали, оно программное. А где же здесь эта программа? Где она, эта новая программа? Это программа усталого мира. Это программа, которая не сулит миру креативных идей, которая требует все, все программы, которые застыли в ожидании, нарезны подходов новых лидеров, новых качеств. И дело здесь не в физическом возрасте, хотя и в нем тоже, конечно. Потому что, ну, как бы, есть опыт, есть люди, которые мыслят долго, ясно и хорошо. То есть это не в этом дело. Я думаю, что действительно традиционные установки они привели и в том числе к тому, что в Америке состязаются два человека, из которых многие не знают, как можно вообще такой выбор иметь в такой большой стране с такими большими традициями. И почему у них тоже, как оказывается, они нас учат постоянно этому, но у них проблема лидерства, очевидно. И точно так же они очень хорошо работают лифты. Я думаю, что это сразу сказалось на том, какие идеи предлагаются, и что, в частности, для Украины. Почему еще в 90-х годах, ну, и дальше даже в 30-х годах, однажды я уже цитировала этого умного человека, британца, который, выступая в парламенте Британии, говорил, что большие проблемы на континенте не закончатся, пока Украина не придет в свой родной дом, в Европу. Это был 35-й год, это было до Второй мировой войны. Эта проблема до сегодня не решена. Или из-за того, что люди боятся все-таки браться за креативные идеи, им очень приятно вести жизнь между утренней сессией, заседанием, кава-брейкой и все остальное. Это, кстати, очень опасно, потому что уже не один раз, погружаясь в такой литератургический сон, пришли к большим катаклизмам. Такая же была Вторая мировая война. И на этом фоне диктаторы забирают все. Путин ведет себя не только цинично и нагло, он местами просто издевается над людьми такого устоявшегося типа, потому что он проверил, тогда, когда, помните, посылал Рогозина работать представителем НАТО. Рогозин сидел там лет пять, смотрел на эти все кава-брейки, и потом, наверное, я думаю, мог сказать, что можете действовать смело, ничего не сделают. Они сами уверовали в то, что все время говорили, это политическая организация, они военные. И тогда они действовать не будут. Ну вот там прилетела ракета в Польшу, долго-долго думали, что ответить, предпочли не замечать, чтобы не расстроиться самим, что ничего не делали. А сейчас говорят, боже, два члена НАТО стало больше. Ну хорошо, это только при том, если будут действовать. Разрастается организация, но также понятно, что внутри есть силы, которые обратным ходом, консенсус там подбышенок. Это пятая статья, это такое. Поэтому я думаю, что отсутствие таких идей прорудных Украину обязывает самостоятельно думать и искать ходы, искать людей, которые умеют это делать. Потому что мы как-то все годы предпочитали обходиться без них, но вот, видимо, подходит критический момент, когда они будут очень нужны. Кстати, помните, это было, да, после 99-го года, ну вы точно помните, остальные мужа даже не знают. Есть молодые аудитории, которым как бы сложно говорить, а вы помните этот год. Ну, это для меня, и я говорила всегда, это был Рубикон. Но, тем не менее, после этого все-таки можно было себе подумать о том, что Украина стремилась на то. Украина делала многое тогда, и очень близко подошла. И на самом деле, когда мы думаем о том, почему Запад, ну, у них есть тоже мотив, почему они нас не принимают частью себя, но в том числе, что потом Украина сделала очень много непоследовательных шагов. Ведь после того, когда программа, о которой, конечный пункт был присоединение к НАТО, была проголосована даже в парламенте, тогда же состоялась особая казусная история, когда президент того периода Ленин Кучма вместе с Медведчуком ныне, с другой стороны, хорошо известно, встретились на Азове с Владимиром Путиным. И в обстановке почти такой секретности особо пресса ничего об этом не стало, они просто исчезли из радаров. И через два дня Кучма возвратился в Киев, собрал Совет Безопасности и сказал, Игорь Некаралович, а что мы тут понапроймалы? И после этого решения по присоединению к НАТО было изъято из этого документа, а Мачу был уволен с поста секретаря. Это не единственный случай. Потом пытались дергаться, писать прошения и все остальное, но многие вещи проходят только тогда, когда открывается окно возможностей. А все обратные ходы, они показывают, что нельзя быть уверенным в последовательном в твердом курсе. И, конечно же, для Запада во многом это мотив. А как вы поведете себя на следующий раз? А кого вы выберете из черного? А что у вас, какие у вас взгляды у элиты, чем они подтверждены? Я не пытаюсь быть здесь адвокатом шага, который вот сейчас могут продемонстрировать, что на вашем тронском саммите нам, собственно говоря, может ничего не светить. Оно уже и перед этим было движение, которое приблизительно такое и означало. Но там же это такой шаг, который, я думаю, в России с удовольствием ждут этих сигналов. То есть это не то, что свадка один на один. Я думаю, что с партнерами, с соседями, с Европой, ну, в частности, с Америкой, нужно и дальше продолжать строить отношения. Хотя это все, что касается статьи интернетарной, очень такой неприятный сигнал. Лариса, позвольте еще одно уточнение вот по этой теме, потому что мне тоже кажется, это может быть важным. Важно, что вы думаете по этому поводу. Вот вы сказали, вспомнили авторитарных лидеров, которые в этих условиях, в условиях усталого мира берут то, что они хотят. И в этом смысле вот то, что сказал Байден этим своим интервью, повторюсь, я уверена, что к этому интервью готовились, готовились и журналисты, и сам Байден, и команда Байдена готовилась, все-таки накануне этих президентских выборов, это важно. Какой посыл Путин должен прочитать из того, что сказал Байден? Ну, хотя бы по Украине, вот для начала. Вот что? Что я нагляю молодец и все делаю правильно. и противоядие против этого только украинская стойкость. Насколько ее хватит и тоже ведь для нас есть некоторые внутренние опасности, которые расшатывают общество. Потому что в условиях войны особенно нужны честные, профессиональные люди, которые даже какие-то сложные проблемы могут объяснить народу так, что народ примет и поддержит. Но обязательно нужна справедливость. И эта задержка, которая у нас была с законом лобилизации, который тоже, как все говорят, эксперты военные, что он, конечно, далек от желаемого. Но, знаете, я вот как-то недавно прочитала фейсбучную страницу Евгения Кирилловича, и он там говорит, это был какой-то 2003 год, он там пишет, что можно ли прогнозировать Россию. И дальше развивает эту мысль, говорит, да, конечно, можно, особенно, если ты глубоко его изучаешь. А он ее изучал и знал хорошо, и через личные контакты. И он считал, что нужен институт России, нужен изучение России. Он тогда пишет о том, что, да, Россию надо глубоко знать, и поэтому я предлагаю, он тогда внес законопроект срочной мобилизации. Что нужно делать в случае срочного обострения ситуации, какую нужна программа мобилизации. И там эта программа вся есть, и я подумала, что мне говорили там Кириллович, а вы вообще с кем воевать собираетесь. Вот что были такие приколы у наших размеженных политиков, угрозы и все эти опасности их вообще не тревожит. Это он все время был на стражах. И я думаю, что когда три года назад меня не стало, я почувствовала, что то, что могло случиться только без него уже, что будет что-то тревожное и очень опасное для Украины. Вот, поэтому, конечно же, внутренняя ситуация такова, что нужно, во-первых, очень хорошо смотреть вокруг, где есть эти люди ищут, профессиональные, кто сможет, потому что он тогда говорил, что даже нужен срочно вот такой совет при президенте, не при правительстве, даже без зарплаты, есть люди, которые готовы прийти и встали на помощь, но нужно помогать, потому что когда президент сказал, что у меня 5-6 менеджеров, он очень сильно себя как бы поставил в неудобное положение, потому что 5-6 менеджеров как-то не сильно выглядывают спасителям общества и страны. Здесь нужно размахнуть этот круг и понять, что ситуация очень сложная будет дальше. я уже не говорю о том, что с такой программой какое будущее в мире мировые лидеры видят для Украины, какую модель будущего. Мы можем себе мечтать сейчас и развязать эти фантазии, а что видят они? Украина как кто, да, вот с одной стороны Путин добивается, чтобы там была санитарная зона, а со стороны Запада что? Хороший вопрос, очень хороший вопрос, Лариса, очень хороший. А со стороны Запада снова серая зона, как сказал президент Байден. Вы просто будете поставлять оружие? Может, я слишком горячо это воспринимаю? Не знаю. Нет, я думаю, что мы должны относиться довольно ответственно строго к тому, что мы были слишком доверчивы и слишком во многом на юных и как транслировали без критичного взгляда все то, что говорилось в западном мире. Мы же вот сейчас даже понятно, почему почему Трамп вызов? Потому что и почему многие в Америке, несмотря на то, что Трамп, конечно, мы не знаем в отношении к Украине, может ли это быть хоть как-то приемлемо? Но то, что он точно в части общества американского воспринимается как человек который способен взбудоражить и как-то они все время разыгрывают карту бунта против чиновничьего Ажингтона. И я думаю, что именно на такого человека и похож много. И даже вот его вина и то, что его могут печь в тюрьму, это, к сожалению, или как там бывает, может сработать на его популярность дальше. Потому что это всемирная проблема бунта против застоявших сейлит, не чувствуют времени, которые утратили свежее расприятие, а в тому же еще действительно не терпятся это из других средств. У нас наша проблема только совершенно в другом масштабе. Ну, то есть мы там внутри болотное состояние у нас есть, несмотря на то, что по краям все горит, все пылает и пожар, а внутри маленькая болота. Лариса, еще одна тема, которая такая горячая, и она у нас каждый раз вспыхивает с новым витком, с новой силой. Вот мы должны учиться противостоять и исходить из того, что выгодно нам, что мы должны делать, понимать свои интересы. Об этом мы много говорили. И в этом смысле у меня к вам вопрос. Вот есть люди, есть российское сопротивление, можно сказать, оппозиция, сопротивление, несогласные люди, те, которые выехали из России. И здесь очень сильно колеблется отношение к этим людям, начиная от того, что все там они враги. С другой стороны, есть другая позиция, что враг нашего врага наш друг. Вот так. То есть есть две крайних позиции. И в этом смысле, как вам кажется, что может сделать российская оппозиция, которая реально хочет помочь Украине, и как мы можем использовать эту помощь, чтобы это все оказалось конструктивно и против путинского режима. Почему я об этом спрашиваю? Недавно Ходорковский и некоторые другие российские оппозиционеры говорили о том, что у Путина все замечательно. Просто у него все прет, в экономике прет, иммобилизовать он может миллионы, война будет длиться долго-долго, и вообще зачем протестовать, Путин опечен 10 лет и так далее. Когда я это слышу, я думаю, что, наверное, Путин должен выдать орден тем, кто так говорит, потому что люди, которые сидят в России, и они не любят этот режим, противостоят этому режиму, но молчат, потому что они боятся. И они думают, дай-ка я послушаю, что же говорят оппозиционеры российские. А оппозиционер российский говорит, да Путин навсегда. Вообще вот так будет. И в этом смысле возникает вопрос, что происходит, то ли им нужно работать, то ли нам нужно работать, то ли мы можем вместе что-то делать такое, чтобы потрясти этот режим Путина, чтобы он грохнулся в конце концов. Не знаю, это такой сложный вопрос, просто интересно, как вы думаете. Я, кстати, думаю, что когда приехали сюда, вот во Львове была встреча, да, этой группы с нашими, почему-то я не очень поняла, была ли об этом информация, кто с нашей стороны, с какими идеями, с каким мандатом, почему, мы не знаем, ну, даже с российской стороны, я только видела немного, по-моему, был Гельман в этой группе участников, Гельман Марат, Марат, да, ну, вообще, это была какая-то такая странно закрытая при той общей говорливости людей этого лагеря, я даже подумала, что это крайне удивительно, но, знаете, тут у нас очень много вопросов, потому что мы еще не можем определить для себя отношения вообще к этому, потому что война, конечно, обостряет все, и самое простое, как и во всех других сферах, сказать, всех там с пароходов, или там след за пароходом, я думаю, что мы должны исходить из того, что Украине выгодно, во многих вещах, мы в этой частности, я помню, глупо Ходорковского приезжала в Украину в тот момент 2014 года, когда Крым уже был захвачен, я помню эти разговоры, я помню тогда еще, ну, чувствовалось, они еще не прошли эту точку, они не идентифицировали Украину, и так много раз, кстати, у вас даже однажды с Евгением Киселевым беседовали на эту же тему, и он мне говорил, я помню, запомнил этот момент, кстати, это любопытно, можно еще когда-то вспомнить, и он мне говорит, ну, что вы говорите, в России никогда не было никакой украинофобии, я просто внутренне, ну, как бы, содрогнулась, объяснилась, потому что, почему не было, потому что они расценивали Украину как дачу, какая украинофобия может быть своему огороду, это же, они же нас не рассматривали как страну, которая имеет политические претензии, которая на свою судьбу, субъектность, и поэтому у них не было этого отношения, а Ельцин в его глазах так вообще был либералом и прекрасным державным, но нет, у нас, у меня, по крайней мере, нет, не так, потому что при Ельцине была первая попытка захвата Крыма через Мешково, я хорошо помню это время, я знаю, что благодаря Марчуку Крым остался украинский, до второй попытки, при Путике, но уже Марчука не было во власти, а все, что в украинской политике тогда творилось, это способствовало захвату Крыма, и Путин прекрасно понимал, что именно это состояние тогда власти, которая вместо того, чтобы назначить командующего, делила портфель, потому что был типа коалиционного правительства. Но это одна из вещей, которые, ну как бы, тогда приехал тоже Дима Дмитрий Муратов на эту встречу, и он мне так, а мы, у нас была фотография, ну есть, мы с ним была в Алуште какое-то время фотографировались, я держала на газету, он на газету день, мы такие были умиротворенные, и он мне как бы в развитии этой фотографии говорит, Ларис, что ты теперь не поедешь в Крым? После всего, то есть, я так прочитала его внутреннее настроение, что он поедет, но пока не было травмы и ощущения, что это для нас катастрофа в отношениях, и что вся предыдущая история споткнулась именно в это. Именно тогда должна была российская оппозиция, вся, дружно сказать, мы чужого не возьмем, они взяли, они смеялись с этим бороздком, вот я не помню, чтобы Ходорковский, все остальные тогда осудили именно захват Крыма, ведь именно это открыло дорогу ширкомасштабной войны, а потому, что они, здесь нужно подниматься до уровня гражданских свобод и понимания одинаковых каких-то важных вещей. В этом смысле оппозиция, ну, часть каких-то людей, которые были в России и в Украине в свое время, которые составляли постсталинское поколение, они имели между собой более честный диалог, можно сказать, что были такие контакты, они были утрачены. И вот катастрофа, которая возникла, она, в частности, из-за того, что у них были взяты уроки вот этого периода. Россия по-своему пала жертвой неосталинизма, вдовом изданиях, и мы имеем дело вот с этим рецидивом, и поэтому нужно искать союзников, которые точно ведутся свою родословную с этих исток, и для которых однозначно жертва украинцев. Кстати говоря, есть хорошая на эту тему книга Евгения Грицака, ну, не Грицака, который Ярослав, а Евгения Грицака, лидера норильского повстания вылазит. И на самом деле именно там, когда он стал лидером людей, которые были люди разных национальностей, но с этой вершины это объединение, вот это была та оппозиция, которую не заметили в странах постсоветских, потому что эти люди несли понимание другого, другого устройства, и это не столкнулись у нас в Украине с такой веселой народнической волной, которая считала, что все хорошо, мы получили, а у них сердце обрывалось, потому что они понимали трагизм положения. Украина была очень слабо подготовлена к тому, чтобы обладеть всеми инструментами построения государства. Она все же была еще инерционна в постсоветской республике и слабо представляла себе, как выйти из этого зоопарка в джунгли и как защитить себя. И вот следствием это были очень много нерациональные решения и поступки довольно такие самоубийственные. Как говорил один поляк, мы с ужасом смотрели, как вы издеваетесь над своей независимостью. Но вот это было, к сожалению. Поэтому с Россией, которая понимает ту общую проблему, которая исходит от Советского Союза, от ГУЛАГа, от всего, конечно, можно искать общий язык и условия, если они, конечно, сразу же осуждали и все, что происходило с Крымом и так далее. Но еще в России я от них особо много не жду, потому что у них у самих проблема с уверенностью. На самом деле, вспомните, что в советское время Российская Федерация как таковая условно существовала. Просто Москва была столица СССР, а у России не было столицы. То есть мы так представляем себе, что от имени России творилось там все. Но Россия как таковое полоколое существо, матрешка. И на самом деле сейчас мы их можем загонять сколько угодно, но они просто не могут ничего предъявить в свою защиту. Российская культура, то, что у них было, конечно, ну, там, вот, в Салтыковщей время хорошо. Проходили испытания времени. А еще, наверное, я всегда говорила об этом Чайдаев с философическими тетрадями, которого посадили под домашний арест первым таким за то, что он сказал, что Россия придумана как бы в назидании, как не надо жить. Ну вот, то есть, и что мы от них хотим? Я могу только сказать, что я наш предлагаю всегда надо выходить из образа жертвы. Вот, например, представляете себе встречу с Юлией Навальной. И вот подходит какая-нибудь наша оппозиционерка, ну, оппозиционерка, наша свободомыслящая украинка, политическая, там, активистка, и просто подходит и обнимает ее. Можете для того, ну, просто прежде всего, потому что она потеряла мужа, что этот муж украинский, этнический украинец, а что мы на это не способны, что у нас будет сейчас взрыв мозга, того, что кто-то способен просто проявить участие, милосердие, и страдания, понимать, других людей. И здесь нет ничего ущерба, наоборот. Надо учиться жить много с другими представлениями о других, о врагах, искать союзников. Я думаю, что это было бы совсем не лишнее, вести себя именно так. Но, с другой стороны, оппозиционеры разные, и, видите, разные, формы разные. И вот тут знаменитый батл Виталия Портникова и Юлия Латынина, он еще потому так срезонировал сильно, потому что попал в волностроение общества. Общество, которое все равно его очень сильно раздражает, сам факт существования каких-то русских хороших, русских, плохих, русских, в нашем ютюбе, пространство информационное. Мы сами открыли двери, сами привели, и сами раздражаемся, что они приходят, и тут что-то нам разводят мозги. А тем не менее, это тоже реальность, надо думать, надо изучать аргументы сторон. И в этом случае я как раз думаю, что Виталий побеждал, но это была ситуация, защищенная войной. Никто бы не делал ему такого апатичного разбора, потому что его ситуация сейчас такова. Война это простота, это ясность, это гэти Москвы. Но гэти Москвы, кстати говоря, там есть особенность, потому что я недавно узнала, что оказывается хвалевый вообще-то этого не говорил. А это слова Сталина в изложении позиции таких, как хвалевый. Но потом еще тоже, что как мы можем себе представить гэти в Москву. То есть географически куда говорить, если вот так воспринимать. Это проблема, да. Это проблема. Да, и здесь в этой ситуации, ну вот у Виталия, который условно, эрудит, ритуал и полемист хороший, но здесь есть тот нюанс, что когда-то с этим таким посланием выступил где-то в начале 90-х Лес Падерианс ну вот у него-то было сказано так грубо, зримо и понятно многих. Я, кстати, и тогда и сейчас это скепсисом на это смотрю. Почему? Потому что я считаю, что мы можем победить и вот это реализовать, но в другой форме набора высоты. Мы должны быть лучше. Наша победа в совсем другом качестве. Это безумно трудно. Это даже неприятно слушать, потому что все остальное, что говорят, это нормально, это приятно и хорошо и легко. А вот набирать высоту это, конечно, совершенно другое дело. Но я думаю, что я даже еще до этого скоро могу себе просто сказать, что три года до этого я завершила книгу, которая называется «Детокс». И именно в этой книге там я написала три слова, которые о том, что Украина должна выйти из образа жертвы, не воспринимать себя исключительно жертвой колонизации и всех остальных несчастья и бед. К сожалению, правда сложнее в этом случае надо это понимать. Второе, что я предлагала всегда и говорю сейчас, что нам нужно национализировать нашу историю, в том числе и ту, которая произошла в рамках других проектов и Российской империи и Советского Союза. Но нужно перебрать все по кирпичику, выразить, вырастить свое отношение к этому, переосмыслить и особенно в отношении книг. Ну, конечно, прежде чем что-то выбрасывать, надо посмотреть, что выбрасываете и почему. Я ужасаюсь, когда слушаю и читаю библиотекари, которые говорят, сегодня сдала там огромное количество книг на русском языке и чувствую там такое облегчение и так далее. Ну, время, конечно, облегчение и понимаю и сострадаю и сострадаю многим ужасом. Но я хочу сказать, что есть такие вещи, которые надо подумать. Многие Украина не только перевела еще, но и ценности этого. То есть гуманистические посылы Толстого очевидны всему миру. У него есть Ахаджимура. А многое другое, что нужно знать и понимать, прежде чем если уже решил выбросить, то надо от тебя прочитать. Ахаджимура. А потом, что касается, еще Булгакова вообще смешно говорить. Почему люди, которые сейчас не могут в своих трехсоснах политических разобраться, судят классика, который жил чуть ли не сто лет назад. я говорю, Булгакове, если говорить о приоритетах, я бы многое простила даже за одно собачье сердце. Ну, конечно же, надо понимать, что мы так судим, как будто мы вообще классики. Надо аккуратнее к этому относиться. Потом, об этом судят в мире, о нас, когда они это видят, они же совершенно по-другому это воспринимают. Я не из-за того, чтобы смотреть и думать, как они на нас смотрят, и вот только это для нас критерий. Но почему на английском нельзя было бы сделать историю одного дома, в котором было бы рассказано всех жителей и Булгакове тоже, в частности. Не то Булгакова, если это сильно будет раздражать всех, всех, кто там жил, и архитектор в том числе. Конечно же, это сейчас не вовремя, не надо, нам нужно делать узконаправленную, острую пропаганду, это опасно. Ну, это опасно причастливо, что это кормирует новых людей, которые сейчас живут. Я бы не хотела, чтобы мы так беспощадно относились к чувству друг к другу. У кого-то другой взгляд, и, как говорила Оксана Пахлевская в хорошем одном интервью, Украина тын, Европа, чтобы она знала слово инши, инши. Но временно, конечно, время этих острых испытаний, даже тот же батл про Николая Латыни, я считаю, что он был уместен, хотя, по взглядам, я не столько на стороне Виталия здесь, потому что я считаю, что он работал на ту сторону, что Украина жертва, а я считаю, что Украина должна из этого образа выходить. Потому что Татьяна Таирова Яковлева написала книгу «Детокс» «Прекрасный очерк» об украинском Петербурге. Не только то, что там на костях казаков этот город стоит, а то, сколько украинцев там жило, которые поместья не владели. Ну и не безбородка, а там многие-многие другие. Да, разные мотивы, разные отношения у нас сегодняшних, у которых есть государство, какое они есть. А у них это тогда было совершенно другое представление. И многие историки говорят, что из-за этого украинцы, вот это у них была практически двойная лояльность. Потому что то, что они создавали, в принципе, они тоже считали своим. У них не было в голове, что это какая-то Российская империя. Они прекрасно осознавали, что это они создали. А другая глава, которая в Токсе, че им им было нахи в Политбюро. А потом та же история о том, что украинцы в ГУЛАГе, украинцы в Политбюро, украинцы в Экзиле и украинцы в СССР, это две те же украинцы. И если мы подойдем к этому с желанием собрать свое наследство, переосмыслить, его мы будем значительно богаче. Я уверена в этом. Потому что с этим еще одна тема важная. Ну просто мы как-то очень разточительные, я бы сказала, украинские краще слово, звучит, марно тратные. И мы виштовхуем людей успеху. Вот, например, первая леди останнего президента, Раиса Китаренко. Она была на всех обкладах Китая, всюду, всюду, она оставалась прекрасной леди, дивной для российского ландшафта. А чему дивной? А потому что она украинка. Не абсолютно, незважаючи на то, что она была московская студентка, и радянская людина, но корень в ней было украинским. И Раиса Китаренко, почему принаймні не вважать ее не своей? А так же, как Михаила Горбачова, мама, у которой его было гопкало, мы тоже сказали, что это не украинцы. А, до речи, я же говорила, что Луков Григорович Лукьянов, у кого собесливости, кого никто не заподождует, он сказал, что кому требует поставить память в Украине, Рейгану и Горбачова. Потому что они мы имели такими числами, великими категорями, и нам нужно думать и учиться родить. Потому что, так или иначе, это просто локальный приклад Горбачова. Горбачова. Так само мы с каких-то причин можем не считать своими Виктора Некрасова или генерала Григоренко. Я в 7 летней школе каждого года за первое вопрос у меня было до них, что знают кто такой генерал Григоренко. Никто не знает, почему, с какой причины мы пришли до такого состояния, когда в радянский час под забороной мы знали лучше таких людей. А сегодня ни в школах, ни в вишах такой истории немало. Это национально? Если эти люди сделали для честности украинского народа, который был под Радянским Союзом, столь, чтобы репутация украинцев в таборах или в свете была очень сильной. Мы что-то сделали не так на переходе. Мы не дозволили рятувати мрию, так? Олег Антонов в той час, я просто его знала, потому что я працювала в газете, в которой редактор дружил с Антоновой. Олег Антонов, можно сказать, он дружил в радянский час, он известный авиаконструктор. Но он точно был атентом Монтикомунистом. Он просто и Амосов был такой самый, и Глушков был такой самый. И это тоже что мы не можем дозволить собе сказать, что мы с спальшим не разговариваемся, а сейчас начинаем с осенью, выставка. Это такая разговор на великое будущее. Но сегодня, если мы тактично, что мы решимы наши думки про перемогу, как помогать армию, то для того, чтобы понимать, как мы будем жить потом, нам нужно не отключать мысль. Не отключать стратегическое мысль. Воно должно нас жить. Я думаю про это. А с российской опозицией нужно разбираться. Тих, кто с нами как союзники, надо ставиться и слушать. И мы должны думать над тем, из каких монстров загонять в историческую лузу, а все в у нас корене. Те же есть много таких, которые не имеют святой. Я думаю, что нужно быть таким. Это работает только на нас, если вороги нашего главного врага станут нашим союзником. Лариса Ившина была с нами на связи. За что Лариса вам страшно благодарна. Спасибо огромное. Спасибо. И, конечно, мы благодарны вам, нашей спонсорной платформе YouTube и Patreon. Оставайтесь с нами. Спасибо. Спасибо. .